Магнитогорск Зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу, она была на счету. Алексея Береглазова, Максим Матушкин и Денис Расмуссен сделали результативные передачи. Ну и ЦСКА и Магнитогорск сразу же отправились в зону атаки. Они как бы сначала присматривались друг к другу, но потом начали уже проверять на прочность вратарей, и Василию Кошечкину пришлось постараться. И Юханссону, ну и, конечно же, много контратак в исполнении той и другой команды. Ну вот ты уже говорил, Саш, про дальнейшие планы команд. ЦСКА действительно возвращается с уральского выезда с четырьмя набранными очками. Далее Московская «Динамо», Ярославский «Локомотив» и Череповецкая «Северсталь». А вот у «Металлурга» еще одна встреча в рамках домашней серии будет. Это «Кульмунь» приедет в гости в Магнитогорск. Далее у «Металлурга» последует выезд в соседний Челябинск. И уже потом в «Балашиху» к «Авангарду». С которым сейчас любая команда в Минскальной хоккейной лиге не хочет встречаться, потому что «Авангард» очень здорово провел две игры. А мы пока смотрим моменты второго периода и как раз удаление ЦСКА. Михаил Науменков, Антон Слепышев и Михаил Григоренко получили двухминутные штрафы. Ни одного большинства реализовать «Металлургу» не удалось, за что, собственно, «Металлург» и поплатился. На 33-й минуте Максим Шалунов с передачи Антона Слепышева. Вот он этот эпизод. Антон Слепышев отобрал шайбу Антипина, сделал передачу на Шалунова. И Максим, немного сблизившись с Василием Кошкиным, неотразимо бросил в верхний правый от вратаря угол. Да, долго ждали эту шайбу игроки ЦСКА. И вот использовали ошибку на чужой синей линии. И, конечно же, неотразимо бросил Шалунов. Третий период. И, казалось бы, при равном счете снова равная игра. Но, в какой-то степени, ЦСКА как будто бы прибавил на каких-то моментах. И сразу же пошли красивые контратаки и опасные моменты. Ну и вот такой гол красавец от Кирилла Капризова. Михаил Григоренко сделал, наверное, процентов 80 от этой шайбы. Протащил шайбу в центр, сбросил на Капризова. И Кирилл броском в касание вывел свою команду вперед. Две победы у ЦСКА в этом сезоне. И обе победные шайбы на счету одного игрока. Кирилл Капризов. Первая шайба в матче против Трактора. Которая стала первой для ЦСКА в сезоне. И в итоге победной. Ну и, собственно говоря, победная шайба в матче против Магнитогорского Металлурга.